На спуск к стадиону «Спартак» часто жаловались воспитанники школы и местные жители. Ступеньки здесь были разбиты, и людям сложно было ходить здесь, особенно в плохую погоду. Здесь часто ходим. Да, очень нужно. Особенно зимой. Ну, хорошо, чтобы зимой еще будут чистить, чтобы дворник нашелся. Ну, она была вся плитка отколота, в некоторых ступенях не было уже провалеза. Ну, почти горка вот такая же была. Да, теперь будет хорошо, я думаю. На данный момент лестницу от улицы Проволыбецкой реконструируют. Ее должны привести в порядок к новому учебному году. Краеведы вспоминают, как выглядели лестницы и входная группа к стадиону «Спартак» в 70-е годы. Они украшали Рязань. Лестница была очень красивая, такая, выложена мраморными плитами, но и соответствовала входной группе, которой мы видим сейчас остаточки вот этой былой роскоши. Кстати, название у этого стиля архитектурного тоже есть. Советский ампир. Очень многие рязанцы вспоминают не только то, как раньше выглядел «Спартак». Входная группа к нему, лестница, но и ледовая арена, которая некогда была здесь. У людей очень много теплых воспоминаний, связанных с этим местом. Они собирались здесь, невзирая на различные погодные условия, катались на коньках или смотрели хоккейные матчи. Решение о строительстве было принято в начале 70-х годов уже. Постепенно он так обрастал трибунами. То есть сначала хоккейная коробочка, потом трибуны слева и справа. Пользовался большим успехом. И крики восторженных рязанцев, когда забивали наши гол, были слышны на весь старый город, вплоть до, пожалуй, начала Первомайки. Если так попытаться что-то в памяти воссоздать, это, конечно, такие ощущения незабываемые. Темное небо и яркий пятачок ледовой арены, который можно было увидеть еще, подходя к нему, например, со стороны улицы Свободы сверху. Яркая красочная форма на этом фоне. Болельщики, которые там гудят, поддерживают свою команду. Ну, какая-то особая атмосфера. Что построят на месте бывшей ледовой арены, покажет время. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».